привет вас тут знаете бездобыченок Володька Путин проговорился к нам там рассказывал про бедных несчастных российских фашистов которые убивают украинскую армию точнее очищают территорию Украины от российских фашистов обращаю ваше внимание украинская армия не воюет с жителем России она воюет исключительно и с российскими фашистами жители России это мирные люди но те которые пришли на территорию Украины с оружием в руках это российские фашисты фашистов только уничтожают дробь потянет так вот бездобыченок Володька Путин проговорился что вот если бы в 2014 году мы напали на Украину то может было бы меньше жертв может правду скажет почему в 2014 году не напал на Украину обращаю ваше внимание действительно имел все шансы во-первых по чем напомню Янукович убежал в Россию да 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 когда он уже там бегал задним числом сделал некий документ что типа он приглашает российскую армию оккупировать Украину ну вы сами понимаете президент Бегах приглашает это не так да 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 действительно российская армия тогда была проведена в боевую готовность если помните наверное не помните а я хорошо помню в 2014 году совет федерации голосовской конституции России проголосовал и дал право президенту России использовать вооруженные силы России за пределами страны ну да большинство конституции мира написано что армия исключительно для обороны ну министр обороны везде же и для того чтобы как-то придать этому легитимность ну ты придумай такое что совет федерации пособенно чистый дебат нет ну вот думаю естественно что окончательно принимает совет федерации считается вот в этом году принял решение и дал право верховному главнокомандующему Володьке Путиному он же беззубый щенок Володька Путин напасть на Украину в 2014 году и действительно тогда мной считают что это будет но это и не сделал почему почему уже рассказал бы господи там Порошенко договорился нет смотри какая ситуация на каком-то этапе да действительно эмиссары Порошенко эмиссары Путина перетерли Порошенко хорошо известен в России он же с Москвы не вылазил и действительно он по большому счету когда Порошенко стал президентом обращаю ваше внимание Путин его поздравил официально то есть и это было знаете что вы правильно что поняли но когда я кое-что бежал все говорили вот это легитимный президент Путин никогда не придаст он никогда не признает переворот в Украине и так дальше вот все кто были в окружении кто бежал с Януковичем читали да а тут раз как как можно родной наш мы ж тебя договорились договорились Путин с Порошенко тогда договорились да спорить не буду Порошенко сделал вид или скажем так что ну крымский вопрос сложный но он не мог сказать я за но не сказал я против вот так вот а с Донбассом да действительно там ситуация подвисла когда он тоже нет самое интересное что ведь Порошенко пообещал Путину что он не будет ну то есть там Турчинов начал а он действительно решит войну за две недели мир дипломатическим методом вы удивляетесь действительно и в Кремле были уверены когда Порошенко начал наступать немножко не поняли как ты же там это ну типа что нет не совсем наступать это а потом дальше уже пойдет и вот поэтому еще такая ситуация да действительно вообще по большому счету ребята политики голос такое творится предатель на предатель вы думаете не по большому счету да действительно вот сначала Путин сделал ошибку когда оккупировал Крым еще раз смотрю медленно для всех оранжевая революция тогда тоже горячие головы Крым захватите ничего после этого как вы помните ну сколько хватило этой оранжевой революции ну месяца на три уже грубо говоря когда избрали Януковича премьеру сначала выбрал Верховный Рад потом премьером стал Янукович все раджевую революции нет да все тогда говорят да и как вы сами помните Крым никто там вообще-то как было и все хорошо все замечательно да да то же самое здесь бы так было если бы не оккупировали Крым ну вот представьте вариант идеальный Майдан Крым никто не оккупировали два-три месяца все выдохло то есть Порошенко стал президентом и в десна целовал бы Путина в десна ну редактор одними и там говорил бы и про украинский Крым украинские школы про мова это все было бы но если помните Ющенко очень много говорил про Крым про школы про украинскую мову это бы это фишечка в действительности тем более что обращаю ваше внимание Крым же автономия был в составе Крыма то есть там свой парламент своя власть свои пацаны чем бы не фатарок и в действительности Крым бы Путин не оккупировал Порошенко просто был бы лепшим другом лепшим другом Путина не удивляйтесь но Крым оккупировал и он фактически поставил Порошенко в такую позу когда он не мог официально поддержать хотя сам по себе разницы нет Порошенко и Янукович там никакой абсолютно разницы нет и тот и другой даже наоборот Порошенко более интегрирован с Россией более там у него бизнеса больше Януковича если посмотреть ну берем до всех событий если посмотреть бизнес Януковича он в основном в Украине в России там практически нет его бизнес там чуть не движемся немножко а Порошенко в России там супер ну фабрика вы знаете но вы же не знаете там громадные сети торговые плюс офисный он же вдоля входил он же действительно довольно много инвестировал в экономику России потому что ну партнеры и так дальше они там же действительно такой крутой малый развлекательный офисный офисно-торговый центр там Порошенко крупно сидел я понимаю что частично ему пришлось продать что-то отобрали спорить не буду отобрали отобрали за такие деньги которые он продавал в Москве недвижимость это отобрали ну это все было так что такая ситуация прокололся безумно сдал с потрохами Порошенко эх ну как же так нельзя нельзя же так ребят ну что ж вы эх ну а